здравствуйте приветствую меня зовут илья и так вышло что я просто обожаю автомобили причем в особенности внедорожники по моему мнению чем толще рамы чем шире мост тем автомобиль лучшим тут кстати недавно валя рассказывал про свой рамный мостовой автомобиль g63 что был сделан сколько потрачено интересное видео посмотрите обязательно а вот это это моя toyota land cruiser 200 ей я владею тоже практически год и за этот год я с ней сделал ну типа почти ничего это все потому что именно здесь я нашел свой автомобильный дзен нирвану и шангрела но посудить сами едет мягенько в салоне тихонько свет диодный круиз радарный все здесь есть но все-таки кое-что я здесь сделал во-первых быстро и решительно были заказаны кастомные кованые диски power wheels с прекрасной проточкой и спиннерами по центру ну и в догоночку я поменял четыре пружины для того чтобы выровнять кузов уже получается в третьих к родной магнитоле и родному же дисплею я подключил навигационный блок на андроиде теперь у меня есть андроид авто и карплей карплей в моем случае проводной но можно подключить без проводу но по проводу то стабильнее ну и четвертое просто лучше спальник да фис органайзер в багажник я его использую для того чтобы организовать как то то барахло которое у меня здесь валяется но впрочем если разложить кресло можно и спать но спать я предпочитаю дома закройся ты уже а вот дальше у меня было два пути либо вешать сюда пластиковую мухобойку на капот и алюминиевые трубы под бампер либо ударяться в какой-то лютый тяжелейший люкс и флекс и задуматься о чем-то типа обвесов ни то ни другое мне естественно не подходит благо есть третий вариант именно поэтому в этом ролике мы будем причинять окончательный бесповоротный тюнинг этому бедолаге без шанса вернуться в сток и да без болгарки сегодня не обойдется ща будет мясо собственно третий вариант который мне оставался это арктик тракс модификация автомобиля в комплектацию а т-35 собственно в их московское логово а мы сейчас и едем так то как я выяснил ребят базируются в основном в красноярске именно поэтому красноярские ребят михеев и павлов активно снимают их изделиям скажем так пацаны большой привет смотрю с огромным удовольствием а вообще компания родом из исландии еще в начале девяностых на базе дилера тойота они начали модифицировать тойоты для большей их проходимости и стали получаться просто сумасшедшие монстры типа вот этого или вот этого или даже вот такого но мы сейчас еще своими глазами все самостоятельно посмотрим я же не зря сказал что тюнинг у нас будет совершенно окончательно абсолютно бесповоротный поэтому я даже несколько волнуюсь хотя и понимаю прекрасно что арктик тракс ребята уже десятилетиями делают такие автомобили знают чё как нужно но все равно блин это ж моя любимая машина я правда переживаю со всеми своими автомобилями я что-то так или иначе делал что-то улучшал вкладывал душу и деньги чтобы машина была именно моей но настолько кардинальных доработок и переделок в моей жизни еще не было никогда просто чтобы понимали для того чтобы попасть мне вот в эти ворот на своем автомобиле мне нужна была вот такая нотариально заверенная доверенности здесь перечислен список лиц которым я доверяю представлять мои интересы при лабораторных испытаниях и в гибдд просто потому что все что будет с этой машиной сделано в рамках этого помещения будет отражено в стске и колеса и шнорки или финдера и все 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 нельзя просто воткнуть 35 колеса и поехать на них кататься по городу 1251 знаете ли как же мне нравится вот этот новый старый дизайн код тойоты с огромной надписью тойота они логотипом вот это тундра в комплектации от 37 на тридцать седьмых колесах с новыми фендерами с лебедкой с защитой с новой подвеской в действительности фронт работ был колоссальный и все это обязательно нужно легализовать но прежде всего нам необходимо выяснить сколько это все дело нам будет стоить переходим в конфигуратор модифицировать свой автомобиль в арктик тракс это наш выбор тойота lc200 вот он наш пациент значит по дискам выбираем самый базовый дизайн 17 размера 10 дюймовая ширина больше нам точно не надо по резине мой выбор максис много на них ездил этой резине доверяю наклейки это важно хочу боковую объемную наклейку и хочу убрать наклейку с сайтом и логотипом а еще хочу логотип сзади хромированный брызговики ничего себе хотим с белым логотипом а сами расширители пусть будут черные как и весь кузов пока стоимость базовой комплектации без каких-либо опций миллион триста пятьдесят давайте накидаем чего-нибудь сверху выводим сапуны за 28 тысяч без защиты картера кпп и раздаточной коробки и бака тоже вообще жизни никакой нет двести сорок три тысячи как с куста очень хочется вкорячить под капот компрессор для подкачки шин с кнопочкой выведенной в салон ну и какой же арктик трак с безлебедки в нашем случае это только камап джио 120 с синтетическим тросом подвеска вот если бы у нас была гидропневматическая тойотовская подвеска нам бы эта опция была бы очень нужна но в случае если у машины пружины то это идет в стоке никакие подогревы и предпусковые отопители подогреватели нам не нужны а вот шноркель для того чтобы машине дышалось полегче пригодится уф тут еще конечно можно накидать разного оборудования для экспедиции но этого добра у меня весь багажник два миллиона девяносто пять тысяч рублей сумма внушительная до ценник конечно получается внушительный но она всегда так в случае с любым профессионально ориентированным инструментом это нужно понимать и принимать вот возьмите то же самое ртx 4090 видеокарточка стоит ну примерно там 300 тысяч рублей кажется что это дорого но вот есть например nvidia tesla a100 реально профессиональный инструмент а вот там уже ценник 22 миллиона рублей за видеокарту но в целом на самом деле ипотеку на 100 можно и не брать этот вопрос решается гораздо разумнее аренды облачного сервера с gpu у наших давних друзей селек тел такая опция имеется для тех кто активно работает с графикой 3d моделями рендерингом занимается анализом данных или даже машинным обучением это будет прям супер полезно вариантов доступных конфигов серверов gpu полно начиная от обычных gtx 1080 и дальше по нарастающей до тех самых а 100 когда вариантов многое значит что больше вероятность найти решение именно под свой бюджет а если ничего не подходит то можно сконфигурировать свой сервер прям вот с нуля естественно облако селек тел полностью соответствует 152 фс по защите персональных данных и имеет сертификат pc dss а это значит что можно без лишних хлопот и затрат хранить персональные данные своих сотрудников или клиентов это важно создание сервера в панели управления my.selectel.ru занимает всего лишь одну минуту и в случае необходимости там же можно и добавить ресурсов короче наставляйте заявку и подберите идеальный облачный сервер с gpu для решения ваших сложных задач вон там он ссылка в описании мы едем дальше все готово для вас прошло всего лишь несколько минут для меня прошло больше месяца просто потому что все работы по модификации автомобиля в от 35 занимают примерно месяц из них где-то неделя может быть чуть больше уходит на то чтобы работать именно с железом автомобиля а вот все остальное время это легализация лаборатория и прочие бюрократические проволочки чтобы все было по закону максимально легализовано вообще вся эта история с а т35 это название модификации в первую очередь крутится вокруг колес 35 внешнего размера 17 диска резина 315 70 соответственно 17 и для того чтобы эти колеса безболезненно воткнуть в этот автомобиль пришлось сделать довольно много в первую очередь увеличивалось пространство внутри арок и резались сами арки болгаркой с искрами прям по живому прям по металлу выглядело это весьма жестоко и душераздирающий особенно когда это касается непосредственно твоей любимой машины также режется пространство и внутри арки абсолютно таким же жестоким методом болгарки все для того чтобы 35 колесо внутри этой самой арки могло свободно артикулировать и не задевать за подкрылки либо кузов тут же есть еще один нюансик опора крепления кузова вот этот кронштейн который находится на раме срезается изготавливается свой собственный кронштейн арктик тракс и чуть-чуть переносится относительно стандартного стандартная подвеска то есть пружины и амортизаторы вынимаются из автомобиля кладутся в коробочку и забываются навсегда потому что теперь у нас подвеска ом е это австралийский бренд олдмен эму австралийцы это те ребята кому можно доверять с точки зрения оффроуд тюнинга потому что уж в этом-то они немножко допонимают на заднем мосту меняется тяга панара для того чтобы соответствовать новой артикуляции задней подвески и соответственно меняются в круг брызговики потому что машина становится шире колеса становятся шире родные брызговики кладутся в ту же коробочку где лежит уже нафиг ненужная стоковая подвеска и изготавливаются вот такие с белыми логотипами мне очень нравится вот кстати нюанс относительно колес их изготавливают не 4 штуки опять включая запаску это входит в цену стандартной комплектации приятная деталька ну и конечно же расширители куда же без них они изготавливаются под каждое автомобиль отдельно снимается 3d модель кузова и из стеклопластика делается деталь они кстати всегда есть на складе я специально это узнавал если вдруг я где-нибудь что-нибудь задену то эту детальку можно найти без проблем ну и брендинг для меня было важно чтобы у меня на бортах были огромные буквы архитектракс но черные я не хотел потому что автомобиль черный их не будет видно а градиентные мне кажется немножечко здесь вообще никак не подходит поэтому я попросил эксклюзив серебристые буквы чтобы они вторили хромированным деталям на кузове автомобиля получилось по моему прекрасно ну и сзади на двери багажника есть небольшой логотипчик архитектракс а вот от наклеек с логотипом на третьей стойке и с сайтом в архитектракс точка ру я решил не делать мне кажется что это уже лишнее в любом случае в конфигураторе можно все натыкать это что касается стоковой базовой комплектации а дальше пошли дополнительные галочки в конфигураторе дополнительные опции я выбрал не так много во первых это лебедка я вам ее продемонстрировал она работает причем с беспроводным пультиком это камаб джио 120 с синтетическим тросом для того чтобы не повредить руки когда ты будешь за него за этот трос хвататься дальше шноркель на забор воздуха в двухсотке происходит из правого крыла соответственно в этом крыле делается отверстие туда устанавливается шноркель который является единой деталью то есть это не какое-то составное изделие что исключает вероятность каких-то протечек и всего прочего а учитывая что шноркель в том числе и нужен для того чтобы преодолевать броды но не хотелось бы чтобы машина хлебнула через него воды здесь это исключено ну и плюс он выглядит действительно круто и из салона так как он идет ровно по стойке его не видно и что самое главное не шумит я в конфигураторе еще поражал опцию вывод цепанов она недорогая но это на случай если вдруг я буду форсировать какой-то брод и не удастся мне его форсировать и вода может затечь в редуктора а вывезенные под капот цепуны это вероятность исключает полностью вероятность попадания воды в редуктора полностью исключено нет я говорю селе под капотом обосновался компрессор обычно у меня лежит в багажнике его нужно доставать цеплять на аккумулятор для того чтобы подкачать колеса здесь из багажника нужно достать только шланг и компрессор готов к работе в салон выведена кнопка которая его включает и выключает и у компрессора еще есть свой ресивер ну и последнее что я выбрал это огромная толстенная защита двигателя коробки передач и бака она действительно нужна с ней как-то поспокойнее все таки я на этой машине планирую хоть иногда но выбираться за город а все на этом у меня деньги на дополнительные опции закончились можно было конечно еще вкорячить блокировки и и всякие другие штуки типа отопителей предпусковых подогревателей и прочих полезных в экспедициях штук но это все мне уже недоступно к сожалению так что это все дополнительные опции на которые мне хватило денег это значит был ответ на незаданный вопрос а что было сделано и как теперь нужно понять почему именно арктик тракс почему я остановил свой выбор на них во первых я блин фанат уже довольно долгое время я реально слежу смотрю мне очень нравится что у них получается я очень хотел чтобы мне когда-нибудь появилась машина которую можно будет модифицировать в от и то смотрите какой нюансик недостаточно просто взять и болгаркой отпилить половину арки и воткнуть машин 35 колеса это все дело нужно легализовать для того чтобы все было в соответствии законодательством нашей страны история с арктик тракс в том что ты просто отдаешь машину стс-ку доверенность и ждешь за тебя все сделают сделают железную часть отвезут машину на эвакуаторе в специальную лабораторию мы там кстати побывали и там действительно происходят замеры габаритов кузова тормозных усилий веса погрешности спидометров потому что из-за размера колес меняются показания спидометра и в арктик тракс ставят специальный корректор для того чтобы показания были правильные после чего машина везется в гибдд или уже наверное сейчас правильно говорить в гаи где все эти изменения вносятся в птс в стс и вам даже выдается специальный сертификат и сейчас я вам его покажу он у меня есть свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованием безопасности вот такую бумажку в случае чего можно показывать товарищу инспектору если список изменений в стс-ке его по какой-то причине не удовлетворит то есть получается так что вы приходите сдаете документы и машину ждете какое-то время вам звонят вы приходите забираете полностью готовый автомобиль от вас как от владельца автомобиля больше ничего не требуется это очень классно блин кресло конечно жалко из обычного оно превратилось в кресло качалку но просто потому что лебедка его чуть погнул тем не менее третий вопрос илья а на хрена оно вообще тебе нужно было у тебя была нормальная стоковая машина ты реально сделал безвозвратный тюнинг потому что в сток уже не вернуться ну либо очень дорого а а я хотел еще раз я очень хотел чтобы не был арктик тракс и еще раз убедился в том что я сделал правильный выбор потому что подход ребят максимально крутой то есть чтобы вы понимали они даже пленочку наклеили на расширитель там где лючок бензобака для того чтобы когда заправщик будет стряхивать и стучать пистолетом об машину она не поцарапалась приятно же приятно и вот таких мелочей огромное количество ну а для чего конкретно нужны такие машины ну два варианта либо ездить в арктику либо в я в арктику честно говоря не собираюсь как себя эти машины показывают в реально экстремальных условиях показали ребята например богдан булычев с его экспедициями и прочее которые реально эксплуатируют эти тачки там где они должны ездить я же больше городской житель который ну несколько раз за лето выбирается за город мне же знаете что интересно как вообще живется в условиях города вот с такой машиной которая потеряла в динамике причем в разгонной и в динамике торможения который потеряла в маневренности потому что блин на таких колесах да кстати и так не то чтобы сильно маневренная была короче я знаете что хочу проехать на ней несколько тысяч километров вот реально в условиях города вот как я обычно езжу на машине и подготовить для вас видос ну типа три месяца с а т-35 вот как оно живется и насколько правильный или неправильный я сделал выбор поэтому не переключайтесь увидимся с вами ну наверное через пару месяцев счастлива пока по-моему получилось офигенно ну реально она стала выглядеть вот прям вот так как должна вот прям как я хотел я очень хотел правда вот прям реально какое-то количество лет я прям смотрел на картинке арктик траксов причем не только а т-35 у них 37 у них 44 есть комплектации такой блин вот бы вот бы мне такую а сейчас мне такая есть я короче если вы где-то в москве увидите здоровенный черный land cruiser который мерно плывет по асфальту а за рулем сидит чувак у которого улыбка от уха до уха будьте уверенны это я потому что я теперь только так на ней буду ездить сто процентов но вот стул лебедкой тянуть это плохая идея но было прикольно не горите себя вы молодец с вас пять тысяч вы точно психолог вся я пошел блин он стоил типа десятку жалко ну еще один я точно покупать не буду